переходим с вами теперь уже непосредственно в hd лаунчер здесь мы посмотрим с вами первые игровые настройки первое вот здесь отображаются все exe файлы через которые можно запускать игру hero s3 hd xe это в общем то то что вы настроите здесь в лаунчере она и будет запускаться через hero s3 hd если вы выберете просто hero s но это обычные герои без hd мода в общем устаревшая версия можно считать так разве что для оценителей ностальгии можете играть со старыми багами при желании ну и 103 turbo который я советую использовать для игры в онлайне с другими игроками можно использовать этот но здесь анимация будет медленнее все равно она немножко там ускорено но ненамного вот если хотите максимально ускориться от 3d если у вас нет hero s3 hd выбираете обычный hero s3 и нажимаете кнопочку создать hero s3 hd после чего нажимаете кнопочку сохранить едем далее вы можете выбрать язык на каком языке у вас будет лаунчер в нашем случае это русский далее выбираете режим есть разные режимы 16 битный это в общем то как в древности будет плохая цветопередача советую 32 причем 32 либо 32 битру если у вас слабый компьютер лучше ставить вот так тогда у вас меньше будут тормозить герои и ну правда нельзя будет изменять размер окна если вы будете играть в окне вот давайте я даже запущу вы посмотрите это вот запускаются героем когда игра запущена и когда вы видите окно перед собой вы можете подводить мышку краям самого окна но вы увидите что она у вас не будет раздваиваться и вас не будет возможности увеличить или изменить размер окна поэтому если хотите просто сделай хотя бы в полный экран вы можете нажать либо клавиши f4 либо вверху выбрать дисплей и после этого выбрать fullscreen что довольно таки удобно особенно если вы хотите параллельно с игрой смотреть какой-нибудь фильм или лазить по сайтам в интернете следующий момент ну а если вы хотите чтобы размер изменялся вот ставите 32 бит встреча был давайте запустим и сейчас вы видите как я смогу растягивать подводя курсор мыши краям экрана мышка превращается такую двонаправленную точнее курсоры вы можете растягивать вверх-вниз изменяя размер вы можете выставить любое разрешение экрана вы скажете но здесь же слишком мало разрешений все верно здесь может показываться меньше разрешение чем у вас есть но вы можете писать вручную например мы можем здесь написать разрешение какое-нибудь нестандартное там 1700 например на 800 сейчас откроется окошко именно в этом разрешении именно в этом разрешении у нас игра в общем-то и открылась мы можем начать новую игру менюшка не растягивается но сама и и вот видите карта во весь экран у нас влазят все герои с hd модом раньше у вас было четыре героя всего лишь вам приходилось постоянно перекладывать по кнопочкам теперь нет влазит восемь героев больше восьми героев на карте находиться и не может в принципе поэтому вам не надо больше прокликивать там для того чтобы увидеть где какой герой у вас находится сейчас это все очень удобно также больше городов влазит а именно 7 если у вас больше семи городов тогда конечно нужно по старинке прокладывать помимо этого многие говорят мол а как же нам прокручивать карту если раньше мы мышкой подводили к краям экрана и могли скролить карту на самом-то деле делается это очень просто и так же как это все делалось и раньше подводите мышку краям и вот вы видите как начинает скроллиться карта по разным направлениям но для меня что гораздо быстрее экономить сильно время гораздо удобнее вот так вот кликать по миникарте передвигать курсором к область видимости так все будет происходить гораздо быстрее вы сэкономите и себе таймер и сопернику нужно будет меньше времени вас ждать здесь вы можете выбрать сколько у вас ядер на компьютере чем больше вы выставить тем лучше должна обрабатываться картинка в героях более качественно но при этом и выше нагрузка будет идти на процессор если вы выставите единичку нагрузка на процессор будет ребят минимально если вы хотите играть в полный экран то ставите галочку полноэкранный режим если эта галочка не стоит вы будете играть в окошке как у нас с вами было до этого он допустим ставим полноэкранный режим сразу же героев полный экран выходить из полноэкранного режима можете через клавишу f4 Если же вы даже в лаунчере уберете галочку запускать в полноэкранный режим и запустите игру в окне, вы все равно при желании сможете опять выставить полноэкранный и назад. Дисплей и фуллскрин, либо просто есть клавиша F4, которая переводит с полноэкранного режима в режим оконы. То есть даже если вы стартовали в полный экран, вы всегда можете нажать клавишу F4 и вернуться. Очень удобно, как по мне. Без CD-DVD галочка должна стоять всегда. Если у вас нет диска с героями и не хотите, чтобы диск постоянно у вас в дисководе был, желаю ставить галочку проверять обновление при каждом запуске игры. Тогда при запуске игры, если какое-то обновление вышло, какие-то баги пофиксили, какие-то новинки, новые возможности, они у вас сами обновятся. Есть кнопочка обновить вручную, если нажмете на нее, то пойдет вот такая вот проверка и вот у нас пишут, у вас уже самая последняя версия, поэтому никакая установка не пошла. Далее HD+, и без HD+. Смотрите, если эта галочка не стоит, то вы не получите новых возможностей, вы не сможете выставлять шахматный таймер, вы не сможете играть с какими-то новыми возможностями из HD-мода. В общем, много чего вам будет недоступно. Так называемая игра по старинке. Если поставите эту галочку, то все будет нормально. Играя с HD-модом, вы получаете возможность избавиться от огромного количества самых разных багов, которые были не пофикшены первоначальными разработчиками игры. Также вы получаете возможность играть с разрешениями экрана, начиная от 800 на 600, заканчивая 4000 на 4000. Помимо этого, в сетевой режим добавлена возможность играть с защищенными паролями ваших сохранений, что позволяет контролировать возможность читерства, а также обмен паролями после игры позволит вам, соперникам, проверить, насколько честно проходила игра и проверить каждый игровой день. Если соперник вам пароль не дает, значит есть подозрение на то, что он играл нечестно. В сетевой игре реализован одновременный ход. Можно выставлять, до какого дня вы будете ходить одновременно. После чего у вас включится опять режим пошаговый, к которому вы привыкли. При этом, если у вас режим пошаговый включился, но вы понимаете, что встреча все равно будет не скоро, вы можете продлить. Для этого нужно будет заново загрузить сохранение, выставить в настройках игры более поздний срок, до какого дня будет идти. Первый день вы походите в пошаговом режиме, потом опять включатся одновременные ходы, и вы продолжите дальше экономить и свое время, и время соперника. Реализован шахматный таймер. В сетевой игре возможен старт отсчета игрового таймера только после закрытия окна, которое появляется, что вам передали ход. Когда вы нажимаете галочку, что готов, сразу же начинает идти время, чтобы таймер не шел до этого у вас. Есть возможность переигрывать быструю битву вручную, если вас не устраивает результат быстрой битвы. Вот если вы галочку быстрой битвы ставите у себя, то у вас появляется возможность, нападаете на любую охрану, появляется окошко с быстрой битвой, смотрите потери. Не устроили потери, деретесь вручную. Таким образом тоже экономится очень сильная игра. В одиночной игре есть возможность бесконечно переигрывать битву, если не устраивает результат. Вот если вы играете с компьютером или проходите какую-то карту, вы можете бесконечно один и тот же бой отказываться от потерь, которые у вас в итоге получаются, до тех пор, пока вы не подеретесь так, как вам надо. То есть такой тренировочный вариант для вас. На ход битвы урон, существ, срабатывание боевого духа, удачи, умений, существ и так далее, теперь не влияют ни игровые события. То есть при одних и тех же действиях одна и та же битва на той и той же карте проходит всегда одинаково. Быстрая битва становится абсолютно идентичной автобитве без магии. Поэтому быстрая битва всегда дает один и тот же объяснимый, повторяемый автобоем результат. В сетевой режим нельзя использовать неоригинальные графические файлы. И внимание, изменяет оригинальные возможности игры. Поэтому если вы, например, играете какой-то оффлайн турнир на чистом SOT Complete, вы должны отключить эту опцию, которая называется HD+. Сами опции выглядят следующим образом. И появляются они, если нажать при выборе игры, там случайная карта или обычная, внизу справа еще опции. Таким образом выглядит таймер. Он отображается вверху слева. И если вы играете с вашим соперником, то показывается и ваш таймер, и таймер вашего оппонента. В принципе, этот показ можно отключать. Все события, которые происходят в игре, ну, скажем так, многие, они перенесены теперь внизу справа. Именно там в таких вот окошках показывается, какое заклинание вы подобрали, сколько ресурсов, сколько нанекрили, какой боевой дух стал, сколько маны вы пополнили, какие статы вы повысили. Что стало с моралью, удачей и тому подобные моменты, которые раньше появлялись на экране. Играя с городским порталом, вы теперь можете выбирать не так, как раньше, просто название города. Но у вас показывается еще и картинка, как этот город выглядит. Башня, это замок и так далее. Раньше в книге заклинаний на каждой страничке помещалось только 6 заклинаний. Теперь на каждой страничке помещается 12 заклинаний. Вам нужно реже листать, и это тоже гораздо удобнее, чем было ранее. Ну, об этом мы с вами уже говорили, что все герои теперь стали у вас помещаться сразу, если вы выставите довольно большое разрешение экрана. И городов тоже вмещается теперь больше. Это однозначно плюс, я думаю, для многих из вас. В окнах передачи армии появилась кнопочка поменяться армией с соперником полностью. Передать какие-то отдельные стэки, передать всю армию сразу. Точно так же поменяться артефактами всеми. Передать все артефакты в сторону, забрать все артефакты от одного героя к другому. Очень сильно экономится время, раньше это все нужно было делать вручную. Также, нажав на клавишу F5, у вас будет появляться следующее окно, где вы можете зайти на рынок. В гильдию воров, можете проверить область вокруг себя, если вы будете использовать Dimension Door, то есть дверь измерений. На какое расстояние вы сможете прыгнуть. Можно включать игровую сетку, для того, чтобы проще было считать очки перемещения. И есть кнопочка повторения хода, для того, чтобы посмотреть, как двигались ваши герои, там герои соперника, если они были вам видны, и герои вашего, в общем-то, компьютера, если вы играете против компьютера. Еще один момент, который может интересовать, кстати, новичков, а если я скачаю эту версию игры, да, с HD-модом, смогу ли я играть с ребятами, которые играют без HD-мода? Да, ребят, вы сможете это делать. И вариантов это сделать несколько. Первый, это выбирать здесь просто Heroist 3.exe в лаунчере, и запускать вот так, как есть, пытаться присоединиться. Если вы не можете состыковаться, тогда можно попробовать убрать галочку HD+, и попробовать состыковаться еще раз. Но у меня обычно с этой галочкой и просто выбранными героями 3, все вроде нормально получается. Но в этом плане вы можете поэкспериментировать, как вам лучше. Далее, в героях есть разные плагины, которые дают новые разные возможности. Вот если вы хотите каких-то новинок в игре, можно подключать плагины. Для этого, ну вот есть, например, плагин SuperPackRus. Он улучшает перевод на русский язык. Также есть SuperFixCommon, который тоже вносит некоторые коррективы, но при этом не задевает саму игру в плане играбельности. То есть все как было, так оно и остается. Далее, допустим, мы хотим, чтобы у нас открылась карта, да? Давайте подключим плагин OpenMap, который здесь есть. Кстати, разрешение экрана давайте выставим. Это поадекватней. Ну, на 690 пусть будет. Хотя нет, 720 нормально. Ну, а тут уже при желании мы можем нажать вот эту вот кнопочку и сделать полный экран. Смотрите, заходим в игру. Стартуем любую карту. Неважно, случайная или не случайная. И смотрите, этот плагин сейчас откроет нам эту. Та-дам! Видите, вся карта сразу открытая. И для вас, и для соперника. Таким образом, вы играете полностью в открытую, например. Есть плагины, которые разрешают откупаться от нейтралов во время боя. Балансируют каким-то образом игру. Да много всего на самом-то деле. Делают дипломатию только платной. В общем, есть целые десятки плагинов, которые вы можете использовать при желании. Если вам нужно отключить, то есть вам не нравится тот или иной плагин. Кстати, плагины надо подключать с двух сторон. Если один игрок подключит плагины, второй не подключит. Тогда, ребят, никаких претензий. Не предъявляйте никому, что у вас там какие-то баги вылетают. Или вы сохранились, не можете продолжить игру. Это уже на ваш страх и риск. Подключать плагины надо одинаковые с двух сторон. Нужно отключить. Выбираете нужный плагин, который вы хотите отключить. И нажимаете кнопочку «Отключить». В плане того, как устанавливать плагины и моды, я думаю, вы и сами уже поняли. Нужно всего лишь будет заходить в папочку «H3Data», переходить в папочку «Pax», создавать любую папку для вашего плагина и скидывать в эту папочку, собственно, сам DLL-файл. И хочу заметить, что DLL-файлы некоторые работают с текстовыми файлами. Поэтому, если идут какие-то текстовые файлы, старайтесь их тоже скидывать. Но если какие-нибудь файлики типа «Прочти меня» или «Readme», их не обязательно. А вот другие файлики, без них может определенный плагин не работать. И после этого просто сможете необходимые вам плагины в нужный вам момент брать и подключать. Также можно менять, в общем-то, приоритет, какой будет выше, какой ниже у того или иного плагина. Но, думаю, с этим вам не так уж и придется играться. Едем далее. Вкладочка «Твики». Здесь можно многие моменты настроить. Например, вот «Pax». Тут можно перечислить, какие плагины вы хотите подключить, чтобы это делать там, а не делать вот здесь, например. Далее. Есть описание разных моментов, за что отвечает тот или иной. Можно посмотреть на официальном сайте HD-мода, который выглядит таким вот образом. Сайт «Google.com», сайт «Heroys 3 HD», «Rus Description». И здесь в разделе «Твики» почитать, за что отвечает тот или иной твик, как с этим твиком работать и так далее. Обычно «Единичка» — это включен, нолик отключен. Хотя, например, в том же графическом режиме там больше. От нуля, например, до пяти или от одного до пяти какие-то моменты могут выставляться. Ну, из того, что вам может быть более-менее интересно, да. «Комбат» — это все, что к битве относится. Музыки включать, отключать. Игровые звуки включать, отключать. И выставлять как таковую громкость. Если мы выставим вот здесь вот «Recruit Dialog Auto Set», типа автоматически, чтобы покупка была, да. И если вы вот здесь поставите нолик «Recruit Dialog», то при нажатии на покупку какого-то юнита вам будет предлагать купить одного. И дальше вы выставляете, больше или нет. Если здесь поставите единицу, то вам будет предлагать купить сразу же максимум на то золото, которое у вас есть, к примеру. Чтобы во время боя всегда показывалась иконка героя, его мана, его статы, необходимо вот здесь поставить единичку. Если нолик, то вы все это дело отключите. Также можно вот здесь вот единичкой и ноликом включать-отключать сохранение батлфайла. То есть, в общем-то, перед каждой битвой, нужно ли вам автосохранение или не нужно. В таверн «Invite Hero» если вы поставите единичку, вы включите возможность выбирать следующего героя, который придет к вам в таверне в одиночной игре. В мультиплеере это, по идее, не должно работать. Так что читерить у вас при всем желании не должно получиться. Также выставляется скорость компьютера. Quick Combat если стоит 0, то быстрая битва у вас отключена. Если вы поставите здесь единичку, то включите быструю битву. Включить-отключить анимацию книги заклинаний, показывать-не показывать видео. Ваш ник, который будет отображаться во время игры. Включить и отключить автосохранение можно. Включать-не включать игру в полном экране. Включение-отключение видео субтитров. Нужен или не нужен вам показ интро, когда при запуске игры появляется вот эта вот эмблема 3DO, всяческие тестирования, заставки и так далее. Если вам не надо, вы хотите, чтобы сразу при запуске игры у вас отображалась игра, и вы сразу приступали к игре, ставим здесь нолик и радуемся. Ну и так далее. Далее идет настройка лаунчера. Хотите, чтобы лаунчер пропадал, когда вы игру запустили или нет, я в принципе ставлю эту галочку. Далее информация для тех, кто хочет перейти на официальный сайт. По каким-то причинам, например, новое обновление у вас не хочет устанавливаться. Переходите на этот сайт, нажав по ссылочке, и попадаете сразу же в раздел, где можно скачать последнюю версию. Также есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, форумы, на которых находится разработчик данного HD-мода. Для вопросов есть email. И также на официальном сайте можно задонатить, поддержать Бараторча в его начинаниях. Он уже сделал для героев очень и очень много всяческих интересностей. И можно также удалить. Можно откатить последние обновления, особенно если оно там с какими-то багами пошло. Или, может быть, ваш соперник не обновился, и вы начали играть на старой версии игры, а потом кто-то из вас обновился. Можете откатить последние обновления, доиграть партию на предыдущей версии, на которой вы начинали, а после этого уже установиться заново. Ну и можно HD-мод удалить как таковой вообще. Также вот есть кнопочка поддержать проект, если вы хотите задонатить Бараторчу. Ну, вроде в плане настроек мы с вами совсем определились. Теперь следующий этап из того, что нам нужно с вами будет сделать, это рассмотреть непосредственно игровые настройки. Переходим к ним. Если вы будете отдельно скачивать обновления для лаунчера HD-мода, вам необходимо при установке будет выбрать папочку с героями. Там, где лежит сам лаунчер, ярлык, с которого запускают герои, именно эту папочку выбираете, и в неё непосредственно производите установку HD-мода. Также у некоторых на новых версиях Windows, на 7-ке такое бывает редко, но тем не менее проскальзывает, на 8-ке, 10-ке и так далее, по какой-то причине не запускаются герои. Дело в том, что причин этому может быть довольно много. Во-первых, игра очень старая, и запустив лаунчер игры, вам нужно будет поэкспериментировать с режимом. Потому что если будет стоять оригинал 16-бит, а некоторые программы захвата не смогут захватывать из этой игры видео, с GDI тоже могут возникнуть какие-то проблемы. Поэтому вы можете поэкспериментировать, с каким режимом в лаунчере у вас будет меньше всего проблем. Ещё один момент. Если у вас не запускается лаунчер, тогда правой кнопочкой нажимаете на лаунчере, выбираете свойства. Далее вкладочка «Совместимость», вставите галочку «Запускать программу в режиме совместимости Windows XP» и нажимаете «Ок» либо «Примените ОК». Если же лаунчер запускается, но не запускается сама игра, в этом случае для вас тоже выход есть. Берёте лаунчер игры, если вы играете через HD, то «Heroes 3 HDX», кликаете правой кнопочкой точно так же «Свойства», «Совместимость», ставите галочку и «Применитель ОК». В этом случае тоже может решиться. Если не решилось, есть ещё один вариант. Это при запуске делать вот так, правой кнопочкой мыши, а далее выбираете «Запустить от имени администратора». Потому что, возможно, по каким-то причинам ваша Windows будет блокировать программу, считая её потенциально опасной, которая может нанести тот или иной вред для системы. Также ваш антивирус может мешать игре в онлайне по каким-то причинам, блокируя программы Firewall, которые можно попробовать отключить в Firewall. Кстати, он может быть включён даже в Wi-Fi роутере, через который вы получаете интернет. В этом случае нужно через IP 192.168.0.1 или 0.2.0.0 можно посмотреть о вашей версии роутера, зайти в настройки и в настройках отключить сам Firewall. Иногда мешает вам, собственно, BrandMauer Windows. Для этого нужно нажать «Пуск», затем выбрать «Панель управления». Здесь выбрать «Крупные» либо «Мелкие» значки вверху, там где «Просмотр». И для этого находите «BrandMauer Windows», «Изменение параметров», точнее «Включение и отключение». Если вы входите в мультиплеер, в онлайн-игру и у вас игра после этого вылетает, решение этой проблемы может быть связано с DirectPlay службой, которая отключена в новых версиях Windows. Для этого нужно зайти в «Пуск», нажимаете «Панель управления», «Программы и компоненты» и нажимаете «Включение и отключение компонентов в Windows». После чего дожидаетесь, пока у вас появятся все необходимые компоненты. Здесь будет папочка с названием «Компоненты прежних версий», которую, когда вы откроете, там не будет у вас стоять галочка напротив службы DirectPlay. Ставите эту галочку, нажимаете «Ок» и все. Проблема должна быть решена. Вообще, при возникновении любых проблем, очень важно читать ошибку или ее код. Если возникло какое-то сообщение, внимательно его почитайте, можете сделать даже скриншот и переслать, в общем-то, человеку, который в этом разбирается. Либо Бараторчу, который занимается тем, что постоянно исправляет всяческие баги и фичи. Если у вас вылетел краш, то в этом случае у вас будет какое-то сообщение типа такого. Этот текстовый файлик тоже нужно отослать Бараторчу. Либо человеку, который более-менее разбирается, который сможет, в общем-то, помочь вам в решении той или иной проблемы.